В 1936 году газета Известия проводила анкету о свободе личности с вопросом, если в нашей стране условия для расцвета личности, Известия обратилась и к Сулейману Сальскому. Поэт ответил. «Был запущенный древний сад, где деревья умирали, где жестокий суховей лишал их жизненных соков, подрубая и ломая ветви. Этот сад расчистил, взрастила наша власть. В этом саду каждое дерево ныне скоплено, очищено от паразитов, наростов. И вот теперь я гляжу и вижу каждое дерево в отдельности, в расцвете невиданным цветом, тяжелое от обильных плодов». Сулейман Тальский рассказывал, если в прошлом году я видел одну Москву, то в этом году я увидел там три Москвы, старую, новую, а третьи находятся под землей. И вот Сулейман снова в Москве. Торжественный вечер открыл Алексей Сурков. Сегодня мы собрались с вами в год, в столетие со дня рождения Сулеймана, для того, чтобы отдать дань глубокого уважения этому замечательному человеку и столь же замечательному народному поэту. Расул Гамзатов, народный поэт Дагестана. Всю жизнь его стихи, его работа шагали рядом, рука об руку, вместе. Работая на поле, он слагал стихи. Слагая стихи, он думал об огромных просторах страны, на которых трудятся такие же простые, как он сам, и очень похожи на него люди. О них он слагал свои изменительные песни, их все двоих его волновал как собственные. Этим и заключается стила поэзии Стальскому. Это и сделало мне грамотного годца, выдавившимся поэтам с удоверением. Людмила Татьяничева, московская поэтесса. Поэзия Сулеймана Стальского высока, как горы его родного Дагестана. Героично, как всенародный подвиг, насущно, как слеп. Мустай Карин, башкирский поэт. Он стал одним из первых послов своего многоязычного края, представляющим песенную мудрость и мудрую песню гордкой страны в новой мононациональной поэзии советской страны. На торжества в Дагестан приехали известные поэты и писатели из Москвы, Ленинграда, из братских республик, краев и областей. По дороге на родину Ашуга выско посетили древний Дербен. Этой крепости более 1500 лет. Она, свидетель бесчисленных кровавых побоищ во многовековой истории горца. Под гнетом падал лют в горах, мы грызли пальцы на руках, но мы оковы сбили в прах, стремился к счастью Дагестана. Как самых дорогих кунаков встречали гостей по сей 200-километровой дороге от Махачкалы до Касумцвянка. Секретарь Сулейман Стальского райкома партии товарищ Невский сказал, что земляки великого Ашуга рады приветствовать деятелей литературы и искусства на его родине. Сулейман своими жемчужинами и поэзией оставил добрый след в сердце каждого читателя, сказал кабардинский поэзий Туков. Ашага Сталь Родина Гомера 20 века Когда-то до Октябрьской революции неизвестный никому за ее пределами бедный Ашук взял себе фамилию родного аула. Вериями поэтов носят район, государственный театр, улицы, школы, корабли. Хоть и познал он почести и славу, до солнца наша власть и вознесена. Не изменил крестьянскому он нраву, на туфли не сменил человека в полу. Писал о Сулеймане Гамзас Кадаса. Писал о Сулеймане Гамзас Кадаса. 23 ноября 1937 года в 68-летнем возрасте перестало биться сердце песца. Писал о Сулеймане Гамзас Кадаса. Между беспокойным морем и задумчивыми горами стоит память обыкновенному горцу, завшину и знаменитым девцам нашей страны. Вторая и сегодня, и завтра, и годами поэты наших гор, потомки и наследники Сулеймана Истальского, идут к нему своими поэтическими женками. Писал о Сулеймане Гамзас Кадаса. В этом году состоялся вечер представителей общественности Дагестана. Открыл его секретарь обкома партии товарищ Коротков. Со словом о Сулеймане выступил Расул Гамзатов. Он сказал, немало книг в наше время мы издаем в Дагестане на девяти языках народов республики. И если сегодня мы издаем книгу стихов о Лени, то она открывается стихотворением Сулеймана. Издаем ли книгу стихов наших поэтов о Родине, опять-таки она начинается стихами незабвенного певца. «Сулейман оставил людям много песен», — сказал поэт Азербайджана Джабир Наврус. «Сегодня мы посвящаем ему самое лучшее нашей песне». «Азербайджана Джабир Наврус» в людских сердцах вечно будет жить образ гомера 20 века поэты не умирают они уходят а